Окна, закрытые пленкой и утепленные монтажной пеной. Родители учеников 152-й Самарской школы в шутку называют ноу-хау. А если всерьез, то от холода не спасает даже это. Рамы, установленные еще в 60-м году прошлого века, во время строительства школы, стоят до сих пор. Требуется срочная замена. Одно окно стоит 10 тысяч, а когда их стоишь 10, они стоят одно окно 5 тысяч. Неужели бы тут страх? Мне даже задали вопрос, говорят, что такое. Это ноу-хау. Нет, такого не должно быть. Школа номер 152 ожидает масштабные преобразования. Уже до нового года начнутся ремонтные работы. А к сентябрю 2021 года это будет одно из самых современных учебных заведений Самары. Планы обсудили представители родительского комитета школы на встрече с руководством городского департамента образования. Учебному заведению необходимо радикальное обновление здания. Материально-техническая база не пополнялась как минимум последние 10 лет. Закрытые кабинеты находятся в состоянии запустения. В здании планируется отремонтировать кровлю, коридоры и кабинеты, повсеместно выполнить отделку качественными материалами. Особое внимание пищеблоку. У нас самый главный заказчик по организации питания это родители. Все, говорит родитель претензию, значит надо прислушиваться и справляться. Все работы планируется провести с опорой на мнение родителей и учеников. Но самое главное, в 152 школе будет сформирован 10 класс, после того, как долгое время школа была девятилеткой. В это помещение придут старшеклассники, в том числе и из соседней 107 школы. Идею реорганизации путем слияния поддержали родители и учеников обоих учебных заведений. Мы сейчас провели большую работу, было очень много, было несколько видеоконферент связи, были споры, были, так сказать, вот такие напряженные моменты. И все-таки мы пришли к общему такому консенсусу, к общему знаменателю. В результате чего, в общем-то, мы понимаем, что это шаг вперед, шаг к тому, чтобы эта школа, старейшая школа в городе, она получила свое новое развитие. Сейчас вместе с родительским контролем, вместе с родительским комитетом мы прошли по кабинетам. Мы увидели действительно, в каком плачевном состоянии находятся у нас кабинеты, как на протяжении многих лет они не использовались по назначению. И, конечно, сейчас с департаментом образования мы выделяем денежные средства на проведение ремонтных работ, которые не помешают образовательному процессу. Мы закупаем новую мебель. Для 107-й школы слияние означает расширение возможностей. Здесь не хватает учебных кабинетов. Из-за этого учебное заведение работает в две смены. Чтобы седьмым классам не пришлось третий год подряд учиться после обеда, на будущий год их уже в качестве восьмых переведут в отремонтированное помещение 152-й школы. Туда же отправится и 10-й класс. Для удобства будет организован школьный автобус. То, что школа 107 получит полноценные возможности для организации полноценного общеобразовательного процесса. Это первое. Уроки в кабинетах. Это дополнительные занятия внеурочка после основных учебных занятий. Секции, кружки, использование спортивного зала, спортивной площадки. Директор вновь образованной школы определится на конкурсной основе. Номер, под которым учебное заведение будет работать, определят на основе мнения родителей и учителей. Олег Зверев, Константин Головин. События.